Всем огромный привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы сегодня заглянули ко мне на канал. Мой канал о парфюмерии и меня зовут Лена. У нас с вами новые ароматы. Нас ждет череда распаковочек новых парфюмов. Если вам интересно послушать о чем я, оставайтесь со мной. Ну что, мои дорогие, вы, наверное, уже не первый раз заметили, что раз в месяц у нас с вами происходит грандиозная распаковка новых ароматов. Конечно же, посылочка приходит из интернет-магазина RANDEVU при помощи этих ребят и выходит это видео. Огромное им, конечно же, спасибо. Я, конечно же, заказываю хотелочки, которые мне очень бы хотелось. Да, зачастую балуюсь, все-таки продолжаю баловаться слепыми покупками. Мне кто-то под видео написал, Лена, вы же клялись, божились, что не будете. Ну, вот такие мы парфюмерченные люди. Мы без слепых покупок, по-моему, это не мы. Это так вот нам будоражит кровь, щекотит нервы. Как говорится, прям мы вот желаем вот это вот побывать в этом состоянии ожидания реальности, действительности. В общем, и слепые покупки, и хотелочки, все-все-все. Я заказываю, естественно, в интернет-магазине RANDEVU, чего и вам всегда желаю. Если что-то заказываете, применяйте, не забывайте экономить мой именной промокод на скидочку 10%. Действует этот промокод при заказе от 2,5 тысяч рублей. Сумерится со всеми скидками и акциями магазина. Если же денежек нам не хватает, мы всегда можем рассчитаться в рассрочку. В магазине есть форматы отливантов полтора миллилитра, отливанты 8 миллилитров. Можно познакомиться с дорогими ароматами, на которых денежек не хватает или жалко. Попробовать, поносить, побыть, пожить, понять, нужен ли нам флакон. В общем, форматы, особенно аромабоксов, тоже классная тема. Всегда проходят скидки, акции, распродажи, всегда мониторьте, откидывайте себе в избранной ароматике, и вам на почту будет приходить, если цена в избранном снизилась. Если нет аромата в наличии, тоже нажимаем на кнопочку «Сообщить о поступлении». Также на почту приходят все удобства, все в магазине есть. Если что-то заказываете, не забывайте придерживаться вот этих правил, дожидаться скидок, распродаж, дожидаемся появления. В общем, все-все-все. Все удобства в магазине, все есть. Давайте же с вами начнем. У меня здесь одна из долгожданнейших моих хотелочек. Я коробочку отставлю пока. Начну, конечно, с первого отставлю. Я вам сначала покажу. Как всегда приходит накладная. Так, что-то мне там в подарочек. Так, 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 какой-то вот кремушек. Ну, как всегда, корейский крем. Что-то такое, восемь. Восемь чего-то там, восемь. Спасибо большое магазину за такой подарочек. Так, что у нас-то? А, тут еще и пробничек положили. То есть какой-то аромат у нас от Антонио Бандерас, по-моему, да. Будем с вами, конечно же, в новых ароматах изучать. И, естественно, парфюмки. А, прежде чем распаковывать, я, конечно, расскажу предысторию. Я с этим ароматом познакомилась через от Ливантик. Я заказывала себе полтора миллилита. У меня осталось здесь вот тут слегка-слегка, может быть, видно, может быть, не видно, на донышке. Но у меня еще осталось. Я в этом аромате сегодня. Я обратила свое внимание на этот парфюм. Именно после того, как я посмотрела видео Лады. Она живет во Флориде. Она снимает влоги. Я тоже стала увлекаться парфюмерией. И аромат на тему малины. Ну, может быть, вы уже, конечно, и догадались. Если я еще и скажу, что флаконы исполняются практически, ну, не практически, а индивидуально. То есть разрисовываются вручную. Бренд нишевый, итальянский. В общем, короче говоря, не буду я вас томить. Начнем. Та-дам! Это у меня аромат, дорогие мои. А The House of Wood называется аромат Эмпати. Это аромат на тему малины. Я его поносила. Как видите, пробничек сносила. Решила, что этому аромату в моей коллекции быть. Давайте же с вами начнем распаковывать. Бренд достаточно такой молодой. В шестнадцатом году начал выпускать свои ароматы. Именно знаменит тем, что флаконы разрисовываются вручную. Еще и знаменит тем, что флаконы здесь, скажем так, в перевернутом виде существуют. То есть все здесь наклейки. Даже вот здесь QR-код на слюде. То есть все это выглядит вот так. Все всегда оригинальное. Никаких вообще у меня даже сомнений по поводу магазина. В оригинале магазинов никогда не возникает. Давайте же с вами уже распакуем и посмотрим на эту красоту. То есть коробка плотная-плотная. Здесь вот эта вот штучка, скажем так, обыкновенный картон. А здесь у нас выдвигается вот такая вот коробочка. Всегда вам никогда не советую покупать ароматы вслепую. Лучше все-таки сносить отливантик, подумать, нужен вам или нет. Тем более аромат не бюджетный. Но во всяком случае, вы знаете, с ценами нынешними на люкс, то я вам скажу, что цена более чем прекрасная. Посмотрите, как это все выглядит. То есть выдвигаешь. Здесь сразу же у нас попадается какая-то такая вот книжечка. Скорее всего, с описанием. Вполне себе, наверное, либо английский, либо итальянский. Язык, ну, бренд-то итальянский. Боже, дорогие мои. Вы видите, я еще не рассмотрела. Я еще не рассмотрела этот флакон. Как мне хочется. Ой, как это красиво выглядит. Дорогие мои, я достаю флакон. Представляете? То есть это вручную. То есть каждый флакон индивидуален. Там, конечно же, такое вот ложе чуть-чуть пропоролоненное. То есть все, чтобы флакончик хорошо держался. То есть ярлычок для выдвижения. В общем, все здорово и великолепно. Посмотрите на это произведение искусства. Но это ли не красота? Тем более, если это вручную. То есть я раньше, конечно, думала, что весь аромат находится здесь. Но на самом деле он находится вот в этом яичке. Ой, ну согласитесь, да? Ну, у меня первый аромат от этого бренда. То есть здесь на флаконе тоже вся информация. Он такой немножечко зеркальный. Здесь металлическая вот эта вот крышка. Здесь прям тяжеленько, как будто бы, правда, каменный какой-то. Но, скорее всего, это все-таки какая-то керамика, я так думаю. Дорогие мои, я в этом аромате сегодня. Что вам могу сказать? В аромате действительно заявлена малина. Заявлен и лист малины. Я вам зачитаю. Вот так, где-то я же выписала. Так, здесь, значит, цветок малины, цветок груши, артемезия, малина, табак, фруктовые ноты, уд, древесные ноты, бензоин, ель и мускус. Вы знаете, я поначалу не обращала на этот бренд внимания, потому что, ну, во-первых, само название про уд. То есть я и думала, что ароматы в большинстве своем с ноткой уда. Но уд не всегда в ароматах ведет себя прилично. Я даже сталкивалась уже с таким вот, недавно слушала аромат, а мне уд выдавал такие, скажем так, анималистичные, неприятные ноточки. И к этому бренду я тоже не присматривалась. Но в последнее время уже стала изучать ароматы. Последствия матливантов уже несколько я попробовала. Причем практически все мне понравились. И я вам скажу, уда здесь такого ядреного практически не слышно. Да и не то, что практически его, просто не слышно. Аромат, да, с древесными нотками. Здесь присутствует табак, но этот табак, я вам скажу, он не превалирует. Здесь табачность аромату придает какую-то такую сухотравность или, можно сказать, какую-то даже сухость. Тут вот малина, малина, скажем, даже такая немножко, как будто бы суфле из малины, как будто бы немножко йогуртовая малина. И вот этот табак и добавление артемезии, она здесь дает горчинку, скрадывают, может быть, излишнюю сладость малины. Ну, мне так чудится. То есть это аромат, вы знаете, не для девочки-девочки, это аромат все-таки бруталочка, это аромат на подумать. То есть малина здесь такая, да, она йогуртная, да, она немножко сливочная, да, она какая-то суфлейная. Но вот эта вот табачность, легкая горчинка, древесные ноты, они вот все-таки делают ее такой элегантной, можно даже сказать. Я не скажу, что этот аромат какой-то прям сексуальный, но хотя, если честно, вот я и разнашивала этот парфюм, мне сделали комплимент. То есть сказали, очень интересный аромат от меня исходит. То есть мне не сказали, что, например, прелесть-прелесть, но комплимент я словила. Это очень красивое исполнение. Да, кто-то, многие сравнивают аромат с Хаяти. Я бы вам сказала, действительно, они в одном направлении. Но Хаяти от Татар Коллекшн для меня все-таки он больше такой девочковой девочкой, он такой игривый, такой позитивный. Этот аромат, он все же такие, еще раз повторюсь, на подумать. То есть такая здесь малина, малина с сухотравием, вот с этой вот табачностью, с древесностью. Аромат запудривается, аромат с легкой горчинкой. Он красивый, мне кажется, все-таки это вечерняя версия парфюма. Ну, прелесть прелестная, вот я уже с ним сколько времени знакома, он мне все-таки из головы не выходил. И я решила все-таки заказать себе этот парфюм. Очень красиво. Здесь и кислинка малины. Аромат практически без сладости. То есть кто боится, что тут и малина, малиновый лист. Но здесь нет никаких фруктовые ноты. Я не знаю, что здесь сюда могли еще положить фруктово. Кроме ягодности, если честно, и сухотравия, такой сухой табачности, я здесь ничего не слышу. Очень красивая композиция, мне очень-очень понравилось. Сносила от Ливан, теперь буду с удовольствием наслаждаться целым флаконом. Но я не могу насмотреться на этот живописнейший флакон. Еще раз поближе вам его принесу, покажу. Ну, прелесть. Прелесть прелестная. Очень красивая малина. Очень женственный аромат. Можно сказать, что даже дорого звучащий парфюм. Элегантный, женственный, дорого звучащий аромат на тему малины и табака. Но еще раз повторюсь, кто боится табачности в ароматах, здесь я его слышу не как табак, а именно как легкое сухотравие. Даже можно, знаете, как сказать, даже мне слышится, как будто бы какая-то чайность. Как будто бы здесь терпкий, черный, заваренный чай с какими-то еще травами. В общем, не слышится здесь такой табачности, которой можно испугаться. То есть аромат совершенно не про табак, а именно про такую красивую, немножко строгую, ненаивную малину. Дорогие мои, следующий аромат. У меня сегодня, знаете, вот прям ягодная такая вот подборочка. Я заказала вслепую, заказала вслепую. И у меня это, дорогие мои, фланкер для пяти роб нуар от Герлен. А этот аромат называется, так сейчас я вам скажу, здесь просто на флаконе нигде не написано. Но мне пришлось, здесь была наклейка тестер. Но я брала тестер. Я его уже распаковала, я его попробовала. Потому что, ну, тестер, как его не попробовать? Приходят полностью запакованные пырки, то есть с ароматом ничего не происходит. То есть здесь была наклейка, что вот это тестерная версия. Аромат называется ле пяти роб нуар ле розе. Это фланкер 24-го года. Что вам могу сказать? Если вы имеете в своем арсенале классическое платье, я думаю, даже, наверное, все-таки в туалетной воде, потому что у меня платьишко в парфюмерной воде, у меня очень много платьев, но этот аромат похож с флагманом. Похож с флагманом. Здесь в пирамиде-то заявлено черешня, бергамот, розовая вода, роза, миндаль, черный чай, бобы тонко, пачули и лакритик. Я вам скажу, не знаю насчет черешни, мне здесь слышится вишенка. И как мне показалось, здесь вишенки все-таки больше, например, чем в туалетной воде, в туалетной воде ле пяти роб нуар. В моей парфюмерной воде в платьишке там очень больше, ну, больше, таки, скажем, сладости. Да, чайные нотки, чай с лепестками роз, так же, как и здесь. Здесь действительно чай с лепестками роз. Роза эта очень хорошо слышна, но не болгарская, не жирная, не маслянистая. Розовая, легкая розочка, хотя роза здесь в двоенном таком, скажем так, варианте. И розовая вода, и роза. Нет, роза здесь легкая, роза здесь такая, знаете, не перекрикивающая весь аромат. Здесь чувствуется вишенка, заявлено черешня, мне чувствуется вишня. Вишни этой много. Но наряду со всеми этими нотами аромат запудривается, то есть лакричник придает вот этой вот пудровости, то есть миндальная пудра здесь присутствует. Но здесь все-таки больше какой-то сливочности добавлено. Аромат нежный, аромат, можно сказать, даже уходовый. Он сладковатый, он приятный. Вот этот аромат, вы знаете, вот опалится, не знаю с чем, опалился, побежал. Летом в тепло меня не задушил, в прохладу тоже будет классно. Но замыливаться не замыливается. На мне он не зашампунился, не замылился. Он вот так вот, такой легкой розовой вишневой пудрой на мне целый день держится. Стойкость прекрасная. Как говорится, герлен много не бывает. Но если вы имеете одно из классических платьев, я не думаю, что этот фланкер может быть вам нужен. Если вы не знакомы с платьишками от герлен, у вас нет ни одного аромата, я советую вам присмотреться к этой версии. Красивый, женственный, девичий, пудровый, роза с вишенкой. Можно сказать, даже с черешенкой. Сладости, по минимуму, в моей парфюмерной воде сладости намного больше. Там прям варенье из вишни. Здесь все-таки немножко, можно сказать, тоже йогуртовая вишенка. Йогуртовая вишенка, сливочная вишенка, вишенка в пудре из лепестков, из роз, с чаем. Там очень красиво, мне нравится. Я люблю платье от герлен. Еще раз повторюсь, в герлен много не бывает. Я с удовольствием увидела эту новинку 24-го года. Отзывов не было, на фраге отзывов нет. По-моему, на рандеву я тоже самая первая оставила отзыв. Я прям так и написала, что если вы имеете классическое платье, может быть, вам такое платьишко не нужно. Но мне очень, я на этот флакон, я на этот пудровый флакончик, ну просто-напросто, ну это загляденье. Мне нравится. Очень красивый. Вот правда, вот непринужденный, ни к чему не обязывающий, но всегда, вы знаете, он выделяется. Его всегда узнают. То есть, кто знает плащики от герлен, всегда узнают на вас этот аромат. Очень красивая чайная вишня с лепестками роз, чуть-чуть с пудровыми нотками, чуть-чуть с какими-то такими йогуртово-лактонными ноточками. Тоже прелесть, прелестная. Здорово, что я его схватила. Я его брала вслепую, и ничего другого я и не ожидала. Моё ожидание с реальностью, как говорится, совершенно совпало, потому что, ну что здесь другого могли положить, кроме как вишенки и розы. Вишенка и роза с чаем от Герлен. Ну а я вам, дорогие мои, как всегда, желаю самых вкусных и любимых вами парфюмочек. Дорогие мои, проблемы происходят с YouTube. Все вы заметили, плохо грузятся ролики. И мы даже, кто загружаем, и посмотреть даже тоже своих любимых девчонок, это становится все сложно. Дорогие мои, подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Там вторая моя основная площадка. У меня нет Телеграм, к сожалению, у меня нет времени. Я поражаюсь девчонкам, кто ведет этот каждый день. У меня нет времени на Телеграм, но в Яндекс.Дзен я все, все видео параллельно также выпускаю. У меня даже некоторые видео на Яндексе, получается, выходят на YouTube. Может, даже таких видео и нет. Я еще, конечно же, осваиваю Рутуб, но я еще ничего там не поняла. Ролики я туда загрузила, но что-то там с пользовательским соглашением у меня никак не выходит. Я не могу там никак зарегистрироваться. Поэтому, дорогие мои, чтобы не потеряться, мне очень дорого наше общение. Мне важно ваше мнение всегда. Я люблю общаться с вами в комментариях на тему парфюмерии, потому что мне больше не с кем на эту тему разговаривать. У меня нет таких любителей в моем окружении. Поэтому, дорогие мои, чтобы не потеряться с вами, прошу вас, пожалуйста, давайте, как говорится, будем встречаться на других площадках, если здесь что-то произойдет. И, ну, если можно будет там что-то в VPN какой-то скачать, я, мне, конечно, тоже очень многих девчонок из-за границы, я смотрю, я не хочу терять с ними общение. Но если вдруг что-то, то давайте встречаться в Дзен. Я все ссылочки, все, все названия, все какие есть там, что-то, промокоды, чем я пользуюсь, я все всегда оставляю под видео. И Яндекс.Дзен ссылку оставляю. Так что, дорогие мои, проходите, пожалуйста, подписывайтесь, чтобы мы с вами всегда были на связи. Еще раз повторюсь, желаю вам всем самых вкусных и любимых вами парфюматик. Заходите ко мне на канал и увидимся с вами скоро. До новых встреч. Пока-пока.